Первый раз, первый раз в Анталии вижу нормальную тачку. Всем привет, с вами Артем. И привет всем подписчикам. Если вы еще не подписаны на мой канал, скорее жмите кнопку вот здесь внизу, а также бейте в колокольчик. И пишите свои комментарии, вопросы, я с радостью отвечу. Бензин в Анталии на начало 2021 года составляет примерно 65-67 рублей. Это лучше, чем в прошлом году, он сказал на 10 рублей дороже. И почему бы не заряжать все вокруг в Анталии, ведь здесь так много солнца. А это возможно российский морж купается, потому что вода в марте достаточно еще холодная. А вот посмотрите, сколько много рабочих подготавливают клумбы к лету, к сезону. Ведь это набережная длиной, напомню, 8 километров. Конечно же здесь и есть фастфуд. Но у турков есть свой фастфуд, и он намного полезнее и вкуснее. Еще вдоль набережной можно заметить вот такие зарядки для телефонов. Здесь по несколько USB с каждой из сторон, но они немного подзаржавели. Я думаю, навряд ли они уже работают. А еще на протяжении всех этих 8 километров всей набережной есть бесплатный Wi-Fi. А еще на протяжении всех этих 5 километров. А это позади меня парк Богачай. Очень уютный, много зелени и цветов. Его сделали совсем-совсем ненавидно. Он расположен по обе стороны этой реки. Если стоять лицом вот к морю, как сейчас я, то справа самая интересная часть. Там есть и пруд с лягушками, они постоянно очень громко квакают. Каждые выходные местные жители делают здесь пикники. Субтитры делал DimaTorzok Вот такая кнопка на столбе. Это кнопка такси. С такси здесь вообще отдельная история. Вы не можете расплатиться по карте, по банковской. Вообще ни по какой. Только наличка. Нажимаете кнопку и ждете. Может 5 минут. Может неизвестно сколько. Короче, такси здесь очень и очень неудобное. Вот, зашел я, значит, в магазин. Здесь продается, например, и салат оливье. Причем он настоящий. Нормальный. Здесь вот вам и сосиски, тут и квас. Вот есть квас. Квас, кстати, нормальный. Я пробовал, брал. И сосиски тоже ничего. Сосиски, вот цены, кстати, по 230 рублей, по 350, по 180, 240. Хорошая. Ну, не знаю, со свинины или без. По-турецки не умею читать. Но, скорее всего, они все говяжьи, потому что они здесь свинин-то нет. Это сгущенка вот по 200 рублей. Вот такая сметана по 100 рублей. Маленькая по 200, большая. Вареньки, пельмени, телятина, но не свинины. Ну, вот вам, пожалуйста, из телятины есть 280 рублей. Здесь полкило. Полкило 280 рублей с индейкой 200 рублей, с курицей, с картошкой по 200 рублей. Отлично. Когда-то эти велосипеды можно было с легкостью взять в аренду. Это в моем вот в этом видео, в прошлом, снимал в прошлом году. А сейчас, к сожалению, помимо сим-карты турецкой, тебе нужен еще и Кимлик для регистрации в этом приложении, чтобы взять в аренду хотя бы один велик. Честно, у меня даже с Кимликом это местный паспорт для ВНЖ в Турции. Даже у меня с ним не получилось зарегистрироваться и взять велик. Это очень сложно. Пожалуйста, ставьте лайки. Давайте наберем побольше лайков. Подписывайтесь и жмите колокольчик. Всем спасибо. Счастливо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok